Десантная 24. Как минимум до 15 октября жители поживут без тепла. В дом пришел долгожданный капитальный ремонт. Подрядная организация радиатора сняла, трубы подвела и сделала паузу. И люди начали волноваться. Обогреваемся мы газом. Периодически включаем, периодически выключаем, чтобы не угореть. Трубы поставили буквально на выходные, на те выходные. Все это время мы живем без тепла, спим одетые. Как вы видите, условий для нормального житья здесь нет. У меня ребенок студент, я вынуждена его отправить к знакомым, чтобы он там занимался. Потому что все отключено, все застелено, ничего нет. Вопросов к подрядчику у жителей много. Что будут делать, когда и как. Точной информации нет. Рабочие по дому ходят, вроде что-то делают, а вроде как и нет. В каждом подъезде свои особенности, и не все с ними согласны мириться. Просила, чтобы мне заделали вот эту сквозную дыру. Теперь я не могу ни от кого добиться и узнать, кто мне ее будет заделывать. Как говорят работники, в их обязанности это не входит. Откуда дыра появилась? Меняли канализационные трубы, меняли водопроводные трубы. Я, конечно, все понимаю, что любой ремонт требует каких-то издержек. Но плитку сломали, плитку разбили. Ладно, я купила плитку другого цвета, другую, все. Но заделывать мне кто это будет? Сделали канализацию, полный объем. Здесь горячая вода, это только холодная. Все полностью объем выполняли. Так, третий этап у нас отопление, сейчас уже вот-вот заканчивается. Так, остался заделку, это уже третий этап, это после работы, как говорят. Вот окна, подкосы, это все поменяли, все сделано, тоже готово. У нас вот эта немножко вот где-то буквально задержка была, поэтому никак не могли. С чем связаны задержки? Задержка вот эта, в третьем подъезде люди не дают, не открывают, не хотим. И еще 41-я квартира, тоже так, не буду пускать ничего и как. За него мы уже тоже почти неделю буксуем. Когда начали работу и когда окончательно? Ну, когда начали. Мы 16 августа начали работу, до 15-го закончим, завершим и все. 15 октября? У подрядчика своя правда и свои сроки. Что, одна такая, стою тут, ару? У нас график работы есть. Мы с этой графикой идем. График вы не нарушаете, получите. Но и у каждого жителя своя правда. Как вам капитальный ремонт в вашем доме? Ремонт, ну, конечно, медленно, но продвигается. Много, конечно, нюансов есть. Какие претензии в основном? Ну, конечно, вот их несколько дней не было. Мы очень переживали, что они вообще как бы куда-то пропали. Сегодня пришли и все делают, все нормально. У нас кондиционер, мы обогреваемся кондиционером. Конечно, мы платим, и мы в том месяце заплатили 1600 за свет. Я считаю, что это очень много. Но мы топимся. Дети, у всех есть дети, конечно. Поставили пластиковую трубу и замазали ее раствором. То есть, вы представляете, небольшая проточка, и это надо будет разбивать все вместе с трубой, с раствором. Это я уже сам ее взял и выбил этот раствор. То есть, ну, это говорит о квалификации товарищей. В России, как известно, две беды. По статистике последних лет, видимо, добавится еще одна – капитальная. А пока греемся газом и кондиционерами. Андрей Милентьев, Сергей Григорьев для программы «Городские вести».